Воскресенье Мы будем говорить о бездушном, я так назвал сегодняшнюю тему, бездушной, о том, в чём нет жизни. Мы будем говорить об идолах, чтобы мы также понимали, и знаете, очень часто мы недооцениваем сатану и бездушного, и говорим, кто он такой. Но посмотрите, у него есть, можно сказать, очень большой интеллект, и он может обмануть людей и сделать ад из жизни людей. И если мы сегодня выйдем из наших стен, то мы увидим, кто он, что он делал, что он делает и что он будет делать. И поэтому я хочу, чтобы мы понимали, чтобы мы были защищены Божьей защитой, Божьей святой защитой. Сегодня будем говорить об идолах. Прошу открыть вашу Библию, второзыкание, 4 глава. И следующее, что я хочу сказать, чтобы обязательно вы приходили с Библией, и с тетрадкой, либо с блокнотом, и с ручкой, где будете записывать. И мы не так просто сюда пришли. Церковь — это место, где питает Бог. И бумага, она никогда не забывает. Мы можем забыть. Но когда ты будешь перелистывать, смотреть свои записи, ты увидишь и вспомнишь все, о чем мы говорили. И когда мы ходим на домашнее служение, мы эти же темы еще раз проговариваем. И все, что тебя волнует, ты можешь записать, какие вопросы есть, и на домашних церквях мы будем это обсуждать. И я хочу также, чтобы мы не только брали, но и отдавали то Слово, которое говори. Потому что Слово Божие говорит, кому дается многое, от того и требуется многое. И сегодня, когда ты здесь сидишь, Дух Святой много тебе будет открывать. И я хочу, чтобы ваши уши были открыты для Слова Божьего. Давайте посмотрим. Второзаконие 4. И дабы ты взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им. Так как Господь, Бог твой, уделил их всем народом под всем небом. Очень интересное место, когда Господь Моисея научал. Он говорил, будь очень осторожен к своей душе. То, что приходит, это уничтожает нашу душу. Я могу так сказать, что за душу человека идет война между Богом и сатаной. И поэтому Господь здесь предупреждает. Когда Господь говорил через огонь, Моисей не увидел никакого изображения. То есть, если бы Господь захотел бы, то люди могли бы увидеть какое-то изображение и так бы поклонялись. Но Господь говорит, так как ты никого не увидел, ты не должен меня изображать ни как мужчину, ни как женщину, ни как какое-либо животное, ни как какую-нибудь под водой находящуюся рыбу. Это призыв от Бога, потому что дьявол именно так и ищет людей. И мы знаем, что многие боги поклоняются звездам, небесам. И Господь это все заранее знал. И Он заранее пытался защитить свой народ и предупредить, чтобы мы понимали, чтобы это было осторожностью для наших душ. Потому что здесь одно место я прочитал, где написано, дабы ты не разратился. То есть, это разрад, когда ты кому-то поклоняешься, кому-то служишь. Вы понимаете, что такое разращение? Другими словами, это можно назвать преступлением. И поэтому нам с тобой очень важно понять, что есть воля Божья для этой ситуации. Почему Господь говорит, не делай этого? И почему Господь говорит, не поклоняйся кому-то другому? Господь создал Солнце и Луну. Господь создал все. Весь животный мир. И Господь, вместо того, чтобы поклоняться Создателю, Он поклоняется, создаю тому, что создано. И очень многие люди выбирают поклоняться тому, что видят, чем тому, кто это создал. Есть некоторые люди, которые говорят, я вижу Солнце, я Ему и поклоняюсь. И знаешь, не все того, что ты видишь, ты должен этому поклоняться. У нас сегодня в доме есть телевизор, утюги, кастрюли. Но это не означает, что мы должны поклоняться им. И поэтому очень важно, чтобы мы знали Божью волю для этой ситуации. Давайте посмотрим второе закона, 7.25. Кумиры богов, их сожгите огнем. То есть Господу неприятно это все. Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть к заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. То есть это все для Бога мерзость. То есть все это для Бога проклятие. И написано, что ничего не вноси в дом твой, дабы не попасться в это. Сегодня мы можем, когда заходим, например, даже когда свой дом, свой подъезд, и видишь у кого-то на двери тернии какие-то, у кого-то на двери подкова висит. Мы в прошлый раз говорили о проклятиях, когда Господь проклял эту землю, то вышли тернии, и на кресте Господь взял все эти проклятия на себе. И сегодня, когда ты этот терновый венок ставишь, он тебе не поможет. Либо подкову также ставят на двери дома, чтобы она приносила им удачу. Наш пастор всегда говорит, что подкова даже лошади не приносит удачу. Как она тебе может принести удачу? И в действительности это смешно. Но так делают не один и не два человека. Это всеобщее распространенное. И дьявол дал какую-то глупую мысль, что ты сделаешь подкову и поставишь на двери дома своего, он будет защищать тебя. И люди приносят, и это ставят, чтобы защищало их. И это похоже на наши дни. Сегодня тоже очень много мошенников, которые звонят и говорят, что на ваши счета перевели очень много денег. Чтобы ваши счета были защищены, вы должны перевести нам, например, 200 тысяч рублей. И я узнала, что эта женщина собрала у многих своих знакомых деньги, перевела. Чтобы защитить свои деньги, ты должна их перевести кому-то. И один раз, когда я был в Турции, мы проходили рядом с одним заводом, сказали, знаешь, что это за завод? Это то место, где производят обереги от сглаза. И я, наверное, не преувеличу, если скажу, что около 300 машин было там. Машина работников. Примерно 300 человек, можно сказать, получали зарплату от того, что получали обманным путем, производили эти обереги, говоря, что вы будете защищены. Знакомые обереги, вы их наверняка видите везде. В машинах, такси, в магазинах, браслетики есть такие, люди носят. И люди покупают, не понимая, не осознавая. И считают, что они защищены. И когда попадают в трудности, говорят, Господь, помоги. Господь приходит, чтобы помочь. И дьявол говорит, подожди-ка, он не только тебе верит, но и мне. Вот это и есть живой пример. Он надеется на это стекло. Он надеется на это бездушно. Он верит в... на все обереги, на красные нити, на подковы, на что-то. Он не только тебе верит, он своими устами тебя призывает, но сердцем и мыслями он со мною. И это открывает двери для дьявола, чтобы дьявол зашел в этот дом. И мы говорим, почему так происходит? Почему эти несчастья обереги принесут с глаза? Красной нитью повязал руку. И ничего не помогает. Как в один из хороших дней мне один человек сказал, ты видишь мои номера машины 666? Я так делаю, чтобы дьявол знал, что я его друг, и он меня не коснется. Я говорю, как раз ты сделала так, чтобы дьявол знал, ты не под защитой Божьей, он сможет творить с тобой все, что хочешь. С дьяволом быть в дружеских отношениях это очень опасно. И поэтому я хочу, чтобы вы понимали, когда говорит, ни золото, ни серебра, не пожелай, чтобы этим не быть пойманным. Это начало твоего несчастья. Это начало отделения, которая ставится между тобой и Богом. И ты должен думать о защите своей души. Пойдемте дальше. Аввакум 2.18 Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя? Хотя в аяте, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву, встань и бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он, обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Представляете, художник делает какого-то идола и начинает поклоняться. Говорит, встань, помоги. Он сам создал это, и он сам просит у него помощи. Посмотрите, вот идол. Примерно это луну посадил на голову, он сам сел и думает, вот он я. И представляете, люди приходят, поклоняются ему, целуют ему ноги, просят, помоги. Он может сам себя, он даже не может сам себя спасти, еще бы он вас помог. А вот это видим слон. Люди идут и приносят себе домой эти идолы и начинают им поклоняться, начинают молиться, чтобы они им помогли и освободили. Если бы они могли спасти сами себя, бы спасли от солнца, от дождя, от ветра и тому подобное. Человек сам своими руками создал, и он сам же просит у него спасения. Может ли человек создать Бога, так как Бог создал человека? И смотрите, настолько интересно, у него есть руки, но он не может двигаться, ноги есть, но не может ходить, глаза есть, но не может открыть. А этого сделали с закрытыми глазами в молодости он. Он еще не сильно растолстел. да, Будда умер от греха, от греха многоедства. И мы должны понимать, что в них нет души. Но когда люди начинают поклоняться чему-то, приходит дьявольский дух и начинает всем этим управлять, он создал это все, и все это служит ему, и поэтому нам надо, чтобы у нас была мудрость, чтобы у нас были знания, чтобы не попасть в его руки. Очень много народов и очень большое количество людей поклоняются, и они создали сами себе Бога и поклоняются ему. И сегодня я хочу вернуться к одному из них, его зовут Дагон. Когда его увидите, он даже страшно на него смотреть. Посмотрите, чему ему верить, чему, как ему поклоняться. С головой, как у рыбы, с дьявольскими руками. Какой-то демон. Разве ему можно поклоняться? Посмотрите, 1 царство 5.2. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона. Для него создали дом еще. И поставили его подле Дагона. И встали от затяня рано, на другой день его Дагон лежит лицом своим к земле пред Ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. Один Бог, который упал со своего места и не может поставить себя на свое место. Не может встать просто-напросто. Упал и лежал столько времени, чтобы люди пришли и помогли своему Богу, поставили его на место. Это и был Дагон. Четвертое слово. И встали они поутру на следующий день. И вот Дагон лежит нить на земле пред Ковчегом Господним. Голова Дагона в обе ноги его и обе руки его лежали отсеченные. Каждая особа на пороге осталась только туловище Дагона. Господь, можно сказать, по частям разрубил Дагона. И ноги, руки его, голова были отсечены. и написано, что они до сегодняшнего дня не ставят свои ноги там, потому что это было место их Бога. И они даже не поняли, что этот Дагон никому не нужен. Давайте будем служить Ковчегу Божьему. Хоть бы поняли, хоть бы вернулись к Богу, но нет, они удержали своего Бога, своего Дагона, и Божий Ковчег вывели оттуда. Кому ваш Дагон нужен, если он сам себе не может помочь? И они вывели Божий Ковчег оттуда, потому что испугались, увидели живого Бога. И сегодня также люди очень-очень много чудес видят Божих. И вместо того, чтобы бежать к Богу, они убегают от Него, боятся, потому что человек сам создал грехи, и он поклоняется этим грехам. Вместо того, чтобы убежать от этих грехов, он и поклонится Богу, он делает наоборот. Давайте просто посмотрим в нашей жизни. Так как мы живем в очень холодной стране, и очень часто я хожу пешком до церкви, либо еще куда-то в гости, и мы видим 40 градусов морожен, очень много работников выходят на улицу и с трясущими руками начинают курить, и я думаю, неужели вас самих себя не жалко. это маленькую сигарету поклоняются ему в этом холоде, у них даже нет такого и сигарета можно сказать, что заставила их поклониться ему, в 40 градусов мороза они даже выходят, чтобы курить, и надо просто на это со стороны посмотреть, как они с трясущими руками курят, и эта сигарета можно сказать, из 80 килограммового мужчины, либо 100 килограммового мужчины, сделала какую-то тряпку, и он поклоняется ему каждую минуту, он хочет пойти взять и покурить, но у нас есть живой Бог, который может освободить от себя, от всего, и это намного важнее, чем это созданное руками Бог, который создает человек сам себе Бога. И есть также Молох, есть его фотография, и каждый раз мы об этом говорим, вот, посмотрите, и знаете, он откуда пришел, когда Бог говорил с Моисеем, и Моисей чуть-чуть опоздал, он писал закон Божий, чтобы прийти и донести до людей, но Бог увидел и сказал, спусти, сиди, потому что народ сходит с ума, они создали себе идола, и этот Бог, который открыл море, они его уже не вспоминали, Бог, который каждый день давал им манну небесную, они о нем уже не вспоминали, то, что их одежда росла вместе с ними, обувь, 40 лет в пустыне не портилась, об этом, обо всем они забыли, только немножко Моисей опаздывал, пастор их опаздывал, и они не испугались, они собрали все свое золото и серебро, сделали себе Бога и начали поклоняться Ему. где есть идолоплаклонство, где есть там есть беззаконие, и это все следствие идолоплаклонства, и поэтому мы видим, чуть-чуть Моисей опоздал, они создали себе идола, и этого идола мы видим везде, даже сегодня в Европе, на их деньгах, на их зданиях очень много мы видим этого идола. И знаете, что они здесь делают? Они своих детей приносят, своих живых детей приносят жертву этого идола, чтобы у них не было в этом год, у них был хороший урожал. Другими словами, можно сказать, они приносят детей в жертву сатане. И дьявол это тот, кто стоит за этим идолом, и который берет эту жертву. И посмотрите, этот огонь выходит, и эти руки открывались, и дети, можно сказать, умирали мученической смертью. Это идол, которого поклоняются люди. И эта музыка звучала для того, чтобы плач детей не был слышен. сегодня есть новый идол. Также его зовут Молох. Но можно сказать, он поменял свое лицо. Он похож на телефон. Как только дети немножечко себя плохо ведут, родители говорят, возьми этот телефон, иди играй. И оттуда вы выходят все, что хочешь. И мы своими руками отдаем своих детей в руки Молоха. Возьми, пускай он играет, пускай он смотрит все, что хочет, только бы мне не мешал. Это современный Молох. Поменялись лица, но поклонение осталось то же самое. Мы не хотим заниматься со своими детьми, и мы не хотим с ними проводить время. Пускай Молох с ними проводит время. Это немножечко так тоже ученическое для телефонов и для будущего ваших детей. Слава Богу. Пойдемте дальше. Чем больше мы будем знать, тем больше мы будем осторожны. И когда мы не знаем, вода кипяченая мы можем засунуть руки обжечь но когда мы знаем, что вода кипяченая мы этого не сделаем. В Салмах очень интересно говорится Цаултыш 113 12 стиха А их них. Представляете, столько идолов мы увидели, столько статуи мы увидели, которых люди создали. И в ДНК человека есть поклонение Богу, но когда у них нет слова Божие, но когда люди не общаются с живым Богом, у них внутри них есть, они хотят создать своего Бога. И представляете, люди создают этого Бога и не понимают, что это же я сделал. И Господь не знает, как им до них уже донести, чтобы они это поняли. Очень хорошее место я поэтому взял, но очень длинно. Если только потерпите. Давайте прочитаем. Исайи 44.9 Делающие идола все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо их художники сами из людей же. Пусть и они соберутся и станут. Они устрашатся, и все будут постыжены. Это все те, кто делают эти дела. Даже те, кто сегодня почитают это все. Кузнец делает из железа топор и работает на уголях. Молотами обделывает его и трудится над ним сильную рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертанием. Потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека, красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясен, а дождь возвращает его. И это служит человеку топлива. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога. И поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сожигает в огне, другую часть варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест до сыта, а также греется. И говорит, хорошо я согрелся, почувствовал огонь. А из остатков от этого делает Бога, идола, которого своею поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Не узнают и не разумеют о ней. Он закрыл глаза их, чтобы они видели, и сердца их, чтобы они разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу. Нет у него столько знания и замысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне. И на углях его я испек хлеб, и жарил мясо, и съел. Из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью. Обманутое сердце вело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей? Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я прозвал тебя, раб мой ты. Израиль, не забывай меня. Изглашу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Господь нас с тобой спас. Господь нас с тобой очистил от наших грехов. Он вывел нас из рук дьявола. И нам не надо опять возвращаться к этому, к нашим первоочередным грехам, как свинья идет и опять падает в грязь, чтобы мы также не возвратились к этим идолам. Так как мы понимаем, написано, что плотник своей рукой делает, и потом этим же топором берет и вырезает дерево, которые выросли, и потом приносит половину этого дерева. Он делает огонь, чтобы ему было тепло. И с половиной готовит себе еду, и потом из остатков делает себе Бога. И говорит, спаси, теперь ты меня спаси. И Господь не знает уже, как, как это донести до людей. Ты своей рукой избрал дерево. И на своем же Боге ты сделал себе шашлыки, согрелся. Алла из остатков сделал себе Богом. И люди не понимают. До них этого не доходит. Можно сказать, их сердце закрытое. Было время, это идолоплоклонство. И сегодня, но сегодня это стало как бизнес. Это сегодня в действительности стало бизнесом. Когда ты идешь в разные страны, будет это Египет, Таиланд, куда бы это ни было, посмотри, что ты купишь. Потому что люди покупают для себя сувениры, но оказывается, что это и не так хорошие сувениры. Оказывается, это момент поклонения. Это их Бог. Ты приносишь в свой дом и попадаешь в это обольщение. Очень важно нам с тобой, чтобы мы понимали и осознавали, чтобы отдалялись от всех этих идолов и от всех этих созданных человеческими руками. Не все для нас полезно, хоть и красиво. Господь говорит, не бери то золото и серебро, которое на них есть. Ты этим поймаешься и не спасешь души своей. И давайте сегодня будем поклоняться тому, кто нас создал в Деяниях Апостолов. Написано очень интересно про тех, кто создал церковь. Вот такая церковь, примерно как у нас в Армении, только чуть больше. Когда апостол Павел их пошел туда и проповедовал, люди приходили к настоящему Богу живому и не покупали больше этих идолов и не поклонялись им. В те времена бизнесмены собрались и сказали, наша работа останавливается. Вот давайте посмотрим. И они создавали такие маленькие-маленькие церквушки и продавали. И когда они поняли, что Артемис — это не Бог, а единственный Бог Иисус Христос, они перестали это покупать. И бизнес этих людей остановился. И они поняли, что если так будет продолжаться, они останутся голодными. И собрали весь народ. И давайте посмотрим, что написано в Деяниях Апостолов. 19 написано. С 24 стиха написано. «Ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставляющий художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал друзьям, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей оси этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги». Представляете? Павел пошел в Оси и проповедовал Библию, и все люди понимали и принимали, что в действительности как эта статуя небольшая может мне помочь? Как он может? Это же человеческими руками сделаны. У него есть горло, но он не издает звуки. У него есть глаза, но он не видит. Есть руки и ноги, но не ходит. Как он может мне помочь? Люди вернулись к истинному Богу, к Христу. И мы видим, что есть люди, которые зарабатывали на этом хлеб. Им это не понравилось. Собрались и сказали, наш бизнес остановился. Люди приходят к Богу, и наше дело останавливается. Наше благосостояние зависит от этого ремесла. Мы не можем это все продать. Собрались и сказали, что они врут. Они неправильно говорят. Наш бизнес остановился. Но, конечно, не так. Пришли другие учения. Эти учения с других стран. И вводили в заблуждение людей. И кричали, велик храм Артемиды. И вывели Павла из этого государства. И сегодня все осталось то же самое. Просто мы, приходя к Богу, понимаем, осознаем, и Господь нас научает, чтобы мы не попадали в дьявольские руки, чтобы мы были защищены, и чтобы наши души были осторожны, чтобы мы отдалились от идолов, от делов тьмы, чтобы ходили во свете и в Его Царстве, согласно Его Слову. И все скажем вместе Амин. Слава Богу. Последнее место хочу прочитать для тебя. 1 Иоанна 5.20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного, и добудем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог, и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Господь пришел, чтобы дать нам свет, чтобы наши мысли были освящены. Столько говорю, говорю, они не понимают. Пойду и покажу им. И написано, что те, кто делают идолов, они сами как идолы. Их глаза закрыты, чтобы они не видели. Сегодня кто-то закрыл глаза людям, чтобы они не видели и не понимали, чтобы не осознавали. Сегодня уши людей закрыты, чтобы твои слова не дошли до них, и чтобы они не отошли от дел тьмы. И поэтому Господь тебя избрал, чтобы твои глаза были открыты, чтобы твои уши были открыты для Слова Божьего. Аминь. И поэтому очень важно, чтобы в твой дом не заходило ничего плохого, чтобы ты не испортился. Будь осторожен. Посмотри, какие подарки ты получаешь. Какие подарки ты делаешь. Что ты покупаешь. Честно говоря, мы не знали. В прошлый раз мы говорили, что для ребенка покупали кольцо. И нам продавец сказал, вы знаете, что это за кольцо? Я говорю, хорошо, что ты как раз таки прочитал. Мы не хотим это покупать. Как это? Она приносит удачу и тому подобное. И так далее. На что я сказал. Наша удача есть Иисус Христос. Мы не думаем, что кольцо за 700 либо за 1000 рублей поможет нам и принесет удачу. Живой Иисус Христос пришел и дал нам свою жизнь. Защитил нас от всего. И поэтому не берите. Будьте осторожны. То, что покупаете, то, что приобретаете. Я хотел с утра посмотреть примерно сколько фотографий есть Иисуса. Но я не смог посчитать. Но я увидел, каким только лицом люди себе не делают Иисуса Христа. Представляете, кто как видит, как хочет, так и рисует. Кто как представлял себе. Так и нарисовал. Это его внутренний мир. А мы покупаем его картину и говорим, Иисус, спаси меня. Кто-то актер. Кто-то рисует так, как он представляет. У чернокожих я видел чернокожего Иисуса. У шведов я увидел Иисуса с зелеными глазами, с желтыми волосами. Каждая нация делает на себя похожим Иисуса. И так очень много. Ты же не сможешь купить каждую фотографию, принести домой и сказать, это есть Иисус. И поэтому не поклоняйся картинам. Картины не могут тебе помочь. Но есть тот, кто живой и слышит твои молитвы и может тебе помочь. Есть тот, кто дал тебе мысли понять Его слова. Есть тот, кто открыл твои глаза, чтобы ты увидел свет и отличил свет от тьмы. Аминь. И сейчас, если ты вспомнил, что у тебя в доме есть то, что можно выкинуть, то, что ты получил в подарок и от чего не избавлялся долгое время, если есть что-то, что ты приносил, и после этого твой мир и покой ушел, может быть, пришло время, чтобы от этого всего избавиться, потому что Слово Божие говорит, ничего проклятого не приноси к себе в дом, чтобы это проклятие не коснулось тебя. Мы хотим, чтобы Господь нас защитил, но мы будем защищены, если будем в Его Слове. Это Слово написано для меня и для тебя, чтобы нас с тобой защитить и оберегать. Потому что, когда садишься в машины и в Армении, здесь мы видим несколько икон святых, 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 и обереги от сглаза, крест, кто что нашел, на всякий случай поставил. Если этот в этот момент не поможет, то хотя бы крест поможет, либо от сглаза оберег поможет. И в какой-то момент даже и смешно. И я смотрел один фильм, где этот актер, он покупает статуэтку, говорит, эта статуэтка не работает. Может быть, в них батареек нету? Продавец говорит, так в них нету батареек. Говорит, а как же он работает, если в них нет батареек? Говорит, ну как это работает? Ты ему молишься, и он, и Господь тебе отвечает. Говорит, ну как это я ему молюсь, Господь тебе отвечает? Он говорит, ты молишься, Господь отвечает. Говорит, тогда зачем мне ему молиться? Я сразу буду молиться к Господу. И это все сделано в смешном формате, но на самом деле это правда. Если Господь нам отвечает, зачем нам покупать какие-то статуэтки, тратить деньги на что-то лишнее и приносить к себе домой, лучше общаться с настоящим живым Богом, а эти деньги тратить на что-то хорошее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!